здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачко в этом видео я врач фитотерапевт диетолог натуропат борис скачко автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах расскажу вам как приготовить семена льна правильно чтобы вылечить хронический гастрит либо вылечить хронический гастроденид и бесплатным бонусом вы можете получить очищение кишечника и лечение запором некоторых его вариантов я приготовление семян льна настоя семена буду делать в режиме реального времени не прерываясь и пока будет готовится настой я расскажу почему именно так и как принимать настой семян льна правильно чтобы вылечить хронический гастрит и так что мне для этого нужно нужны собственно семена льна нужна емкость которая будет проводить приготовление нужна вода бокал с чистой водой стоит бокал с водой которая буду проводить экстракцию стоит и так мерная емкость вот она у меня есть в этой в этой емкости я буду проводить экстракцию нужно сюда семена льна поместить так они хорошо высыпается сухие семена льна далее заливаю водой вода комнатной температуры не подогретая это принципиальные условия почему я расскажу дальше в этом видео итак я залил процесс идет очень легко если вам нужно одновременно похудеть что вы делаете дальше вы делаете такие движения что происходит семена льна на своей поверхности содержат слизь это основной ингредиент который нужен вам чтобы вылечить хронический гастрит слизь способна к неограниченному набуханию в присутствии воды иными словами контакт поверхности семени льна с и холодной водой это принципиально имеет значение приводит тому что слизь увеличивается в объеме набухает и оказывается в растворе что нужно сделать дальше около каждого семени льна теперь шапочка со слизью сделать вот такое движение и слизь исчезла слизь отодвинулась новая порция воды экстракция идет это самый энергоэффективный процесс который можно проводить домашних условиях вам не нужно нагревание вам уже просто взбалтывать и те кто хотят похудеть худеют если вы ведете более активный образ жизни такую емкость помещаете вы портфель носите ее с собой так или иначе при движении происходит взбалтывание и экстракция слизи семян льна напомню это самый главный ингредиент который нужен чтобы вылечить гастрит хронический в домашних условиях либо не в домашних условиях но важно именно слизь если вы хотите быстро вылечить гастрит используя семена льна я вас понимаю есть эксперты которые советуют да не тратьте кумы силы нагрейте можно за некоторые советуют заливать кипятком некоторые советуют томить на водяной бане некоторые просто поварить несколько минут все прекрасно я вас прекрасно понимаю действительно экстракция будет более серьезной у вас будет более насыщенный раствор и вам кажется что так лучше но есть один маленький нюанс цианогенный гликозит линиварин который тоже находится на поверхности семян льна он не растворим в холодной воде а при нагревании он прекрасно распадается на три компонента это глюкоза это ацетон и синильная кислота и если вы будете нагревать семена льна в присутствии воды вы получите настой более насыщенный но не только слизью но и синильной кислотой и ацетоном в том числе глюкозу можно не учитывать немножко более сладкий настой будет но это не влияет на эффективность применения это влияет на другие события вашей жизни да есть эксперты которые меня критикуют и говорят то подумаешь я ем семена льна ложками и здоров я с вами абсолютно согласен на нулевой первой и второй стадии рака человек считает себя абсолютно здоровым я знаю о чем я говорю более 12 лет назад опубликовал такую книжку рак профилактика и ранняя диагностика иными словами здесь опубликовал факторы риска который так или иначе способствует тому что появляется онкология и на нулевой первой и второй стадиях рака вы рак можете обнаружить только случайно а синильная кислота великолепное вещество которое подавляет активность иммунной системы она работает наиболее интенсивно в организме каждого человека если она справляется со всеми проблемами вы чувствуете себя здоровым не болеете возбудителями скажем так возбудители бактериальных вирусных грибковых инфекций вас не тревожит это явно это вершина айсберг вот вопрос с онкоклетками он серьезнее до третьей стадии раков как правило злокачественные опухоли о себе не дают знать если вы будете подавлять семенами льна неправильно приготовленными свою иммунную систему то со временем вы узнаете третью либо четвертую стадию рака в том числе и рака желудка что наибольшее действие слизь семян льна обогащенная синильной кислотой будет оказывать именно слизистую оболочку желудка особенно у тех кто периодически либо постоянно использовал пищевую соду для лечения гастрита да я понимаю при обострении хронического гастрита основной ингредиент который раздражает слизистую желудка это соляная кислота и как только вы принимаете пищевую соду либо гасите пищевую соду кипятком и превращаете ее в бельевую соду который используют для отбеливания белья у вас нейтрализация соляной кисты происходит все прекрасно раздражение как бы исчезло напомню раковые клетки в желудке образуются именно в кислых условиях если у вас гастрит с повышением секреции желудочного сока и кислоты много я вас поздравляю используйте свой желудок правильно бросайте туда еду она прекрасно переварится когда вы положите поместите в желудок пищевую соду нейтрализовали кислоту и неважно у вас один изомер пепсина и все 9 а может быть даже и больше современная медицина уже выявила все они работать не будут единственное условие их активации присутствие соляной кислоты нет соляной кислоты в слизистой оболочки желудка она не вырабатывает все пищеварение в желудке закончилась а это старт переваривания очень важный для организма компонентов особенно для иммунной системы белки белки не перевариваются ваша иммунная система голодная вы не сможете мышцы накачать в любом возрасте у вас проблемы в организме поэтому я бы советовал если вы лечите гастрит если у вас есть гастрит лечить нужно его правильно в состоянии обострения прекрасная вещь до медленно работает но зато безопасно это слизь семян льна получена именно холодным способом если вы измельчите семена льна я вас поздравляю на оболочке семян льна находилась всего 15 процентов синей кислоты любым способом тут уже холодным будете использовать в кефир вы бросите муку из семян льна из которой не удалили цианогенный гликозид либо воде будете как-то по-другому использовать не имеет принципиального значения вот тут уже пищеварительные ферменты легко добудут из семян льна измельченных всю синильную кислоту и вред не здесь и сейчас здесь и сейчас у вас будет снижение работоспособности вас ну некоторая скажем так расслабленность будет вы успокоитесь конечно иммунная система не работает нервная система под синильной кислотой под малыми дозами не сможет активно работать обычные клетки в организме человека получают энергию после того как пища дошедшая до клеток будет окисленно кислородом а синильная кислота это ферментный яд который блокирует окислительное фосфорилирование кто не знает по-другому окисление кислородом пищи с извлечением энергии солнца а какая система у вас будет нарушена какая активность какой система будет нарушена благодаря такому действию тут уже говорится где попадет больше там проблем будет больше поэтому так я бы не советовал использовать слизь семян ля а как использовать все таки правильно только на мой взгляд холодный настой из семян ля он даст максимальную пользу для вашего здоровья в этом случае слизь семян ля безопасно она обладает прекрасно обволакивающими свойствами что нужно для воспаленной слизистой желудка там где слизистая воспалена слизь меняет свою консистенцию даже как при термической обработке станут более густой и как бы прилипает к этому воспаленную участку слизистой и вы получаете прекрасную физиотерапевтическую процедуру кто знает кто занимался лечением там кожных заболеваний суставов и вам прикладывали азокерит парафин вот примерно то же самое точно такое же действие но именно в нужном для вас месте где больше всего воспаления там слизь семя ля и прилипнет прикрепиться создаст такую подушечку который будет защищать от содержимого желудка она не будет раздражать и мягкий такой компресс улучшит восстановительные процессы в слизистой оболочке желудка что вами нужно вам же уже не убить желудок чтобы он замолчал навсегда вам нужно его потом правильно использовать потому что через слизистую желудка вы просвет желудка выделяются те токсины которые попали в ваш организм если вы не знали как правильно дышать в тех условиях которые вы живете на одном из моих каналов я рассказал про более 60 вариантов правильного дыхания зависимости от тех болезни которые у вас могут быть вы не знаете как правильно пить воду не знаете как правильно питаться все вот эти не знаю или знаю они делают так тоже очень здорово поддерживать воспаление слизистой желудка они все проявляются вашей пищи и когда вы даже диетическую пищу помещаете в желудок а у вас появилась тяжесть желудке ноющая боль говорит о том что ваш желудок воспален у вас есть хронический гастрит вот здесь самый простой способ выйти это слизистыми а полученная при холодном настаивании в этом случае вы получаете лечение хронического гастрита и без сопутствующей тему осложнений это очень важный принципиальный момент как применять слизистыми алина полученную именно таким способом легко 23 глотка за 5-10 минут до начала еды почему 23 глотка они 50 100 миллилитров пол-литра просто глоток это ваша индивидуальная мера измерения у маленького ребенка 23 глотка это один объем у взрослого мужчины 23 глотка это другой объем глотки не уже делать большие не уже скромничать 23 небольших глоточка сделали слизь проходит по пищеводу дальше попадая в ваш желудок она будет распределяться по слизистой создаст такой защитный барьер и вас желудок будет безопасности тут все очень просто никаких проблем нет что дальше как часто применять я бы советовал применять 5-6 раз в день для того чтобы вы свой гастрит не превратили в эрозивный гастрит все будете кушать редко во первых желудок так работает неэффективно особенно ослаблены когда у вас есть гастрит у вас есть возможность чтобы вы желудок из желчного пузыря попала желчь у вас ваш гастрит превратился еще и в эрозивный гастрит все очень просто поэтому 5-6 раз в день небольшими порциями у вас идет еда и перед каждой едой два-три небольших глотка холодного настоя семян и на сколько принимать тут зависит от того сколько токсинов вы пустили в свой организм ранее потому что это слизь она конечно обладает обволакивающими свойствами желудке по кишечнику она идет как сорбент и связывает часть токсинов выносит на себе сколько примите столько и свяжет далее она естественно ускоряет перистальтику кишечника улучшается очищение кишечника и вот количество финально определяется работой вашего кишечника иными словами если у вас был запор то вы можете большее количество слизи семян для использовать для лечения гастрита если у вас был нормальный стул то можно довести до такой легкой не оформленности конечно если у вас склонность по носу то слизь семян льна вам не показано в этом случае а вам нужно улучшить работу вашего желудка совершенно иными средствами уже выяснить причины почему такое состояние пищеварительной системы и работать с причинами лечение хронического гастрита в данном случае слизью семян льна это скажем так более менее пассивное лечение просто защита вашего желудка эта помощь ему уменьшим чтобы уменьшить болевые ощущения чтобы вы могли питаться вы не избегали еду а если у вас есть ослабление тут уже нужно искать причины почему не работает ваш желудок слизь семян льна вам в данном случае противопоказано поэтому и количество слизи семян льна и продолжительность определяется индивидуальные ситуации в организме человека которую вы имеете ну надеюсь я вам дал достаточное количество информации для того чтобы понимали что только холодным способом приготовленная слизь семян льна она даст вашему желудку то лечение которое вам нужно и в этом случае правильно приготовить слизь семян льна можно вылечить хронический гастрит вернее не вылечить вылечить вы его не сможете хронические воспаления не излечивается вы можете перевести в устойчивую ремиссию и тогда проверяя пищей прием пищи это своеобразный тест который позволяет выявить и истинное реальное состояние вашего желудка и в этом случае вы понимаете в каком диапазоне возможностей вы можете двигаться чтобы правильно использовать свой желудок для своего здоровья потому как без правильной работы пищеварительной системы не работает ни одна система сколько бы вам врач кардиолог не рассказывал про пользу его препаратов его сердце без правильного питания сокращается максимум два раза сердце человека сокращается один два раза больше нет питания и зависимо от той крови которая попадает с печей а начинает переваривать пищу ваш желудок если там обострение хронического гастрита и ваше сердце находится на диетическом рационе питания а еще есть мозг почки печень и другие важные органы работа которых в первую очередь зависит от того какие питательные вещества поставил ваш желудок надеюсь что слизь семя льня уже извлеклась я тут достаточно активно и пытался ее извлечь поэтому возьму бокал и попробую посмотрю что у меня получилось ну получилось за такое короткое время видео продолжалось вы видели жидкость достаточно вязкая часть семян осталось внутри но если сравнить то за короткое время разница ощутим слизь семян льна есть как принимать ее вы уже знаете чтобы вылечить гастрит и и рассказываете мне что вот это очень слабый раствор если вы едете на работу 20-30 минут я вас уверяю здесь будет более насыщенный раствор но по-прежнему безопасный не будет здесь синильной кислоты которые достаточно опасно вкус который очень легко определить разжуйте семена льна если вкус напоминает вам миндальный это и есть качественная реакция на присутствие синильной кислоты вы растворе а на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками и канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео не забудьте с наибольшей вероятностью большинство чтобы не сказать все ваши друзья знакомые родственники имеют так или иначе хронический астрит и нужно вовремя использовать семена льна чтобы вылечить хронический астрит на ранних стадиях не запускать процесс чтобы он не дай бог и пошел дальше не появился атрофический астрит а это пред раковое состояние практически рак желудка идет следом это будет следующий диагноз по уровню нездоровья поэтому я бы советовал вам лечиться вовремя лечиться правильно а правильно приготовленная слизь семян льна вам поможет как принимать я уже сказал ну а больше про лечение семенами льна вы можете узнать из других видео на моем видеоканале доктор скачко до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в инстаграм